здравствуйте в эфире живой журнал губернатора в эти выходные программе вести недели на федеральном канале был вышел сюжет омском регионе конечно очень приятно что федеральный канал обратил внимание на омский регион когда открываешь сайт сайты по омской области почему-то у нас льется только вот один негатив а вот из омска все уезжают в омске не хотят жить вы знаете по 14 по итогам четырнадцатого года у нас впервые пошел прирост по населению на семьсот два человека здесь конечно же сработала та программа о которой мы говорим эта программа соотечественники у нас по программе соотечественники за 14 год в омск приехала порядка 6 тысяч человек есть конечно те скептики ну пусть они останутся со своим мнением со своим скетицизмом и продолжают если они не любят нашу родную область в этом в том же духе которым они сегодня это делают но тем не менее есть сегодня и те которые говорят да город работает город живет и область сегодня не на последнем месте среди других регионов российской федерации для того чтобы город был опрятным сегодня нужно не только заставлять работать коммунальщиков сегодня нужно наверное и самим соблюдать тот порядок который необходим все сегодня напомним эту пословицу что чисто не там где убирают а чисто там где не мусорит и вот два дня назад еду по тропа улице карла марса значит рядом идет автомобиль открывается окно водитель выбрасывает пачку прям на на улице прямо на в центре города понимаете ну какие коммунальщики успеют это все сделать и убрать это наверное не просто сегодня задача одних коммунальщиков сегодня эта задача всех амичей мы говорим сегодня о несанкционированных свалках о том что они спонтанно возникает но они же возникли их же эти свалки не инопланетяне нам делают поэтому конечно же то что стоит то что касается работа коммунальщиков сегодня было озвучено на аппаратном заседании было дано поручению мэру до было дано поручение министерства природных ресурсов это первое год подготовка к субботнику второе это борьба с несанкционированными свалками и третье это работа по оформлению мусорных полигонов для утилизации твердых бытовых отходов эта работа взята на контроль и соответственно будет предъявляться все требования соответствующим законодательством с 1 апреля это начали выплаты ветеранам выплаты к десятилетию победы и практически порядка 40 тысяч жителей будет охвачена вот компенсационными выплатами в честь 70-летия победы великой отечественной войне только из регионального бюджета на эти цели выделено порядка 53 миллионов рублей задача охватить до 1 мая по компенсационным выплатам всех лиц которые подпадают под кати под эту категорию это и районные центры и город омск задача которая была поставлена министерство здравоохранения пока мы сегодня охватываем только категорию инвалиды великой отечественной войны каждому лицу такой категории это порядка 600 человек это первый этап этой программы будет вручен мобильный телефон с одной кнопкой где ему надо просто нажать на эту кнопку телефон будет соединен с медицинный катастроф омской области где эту заявку в режиме онлайн быстро примут сами отработают и направит ту помощь которая инвалиду необходимо даже он может просто ничего не говорить просто нажал эту кнопку поступил сигнал медицинный катастроф мгновенно отреагирует выйдет на место и разберется ситуации если необходимо вызвать скорую помощь либо оказать первую медицинскую помощь они это мгновенно сделают но мы будем понимать что люди этой категории сегодня стоят на четком контроле по оказанию им помощи идет постоянный мониторинг цены на лекарства и выявляются факты завышения по ним идут проверки в том числе и правоохранительных органов эта задача стоит и перед работниками прокуратуры но вы все наверно помните что президент российской федерации владимир владимирович путин обратил внимание о восстановлении сети государственных аптек сегодня на территории омского региона восстанавливать эту сеть не нужно она у нас есть это сеть омское лекарство которое контролируется правительство омской области сегодня определен список это порядка 60 лекарственных препаратов которые являются необходимыми на которые рост цены заморожен практически на ближайшие три месяца здесь заодно поручение министерства мини министр здравоохранения чтобы это вопрос был взят на контроль но и соответственно эту работу будем продолжать дальше если будет не хватать пунктов реализации мы постараемся тогда чтобы это присутствие пунктов реализации лекарства находилась в каждом районе либо на территории города омска поэтому мониторинг цен это он стоит сегодня на жестком контроле у правительства было письмо юрия шаркова которая поступила на мой электронный адрес где он озабочен тем что необходимо достроить метро в тем и ну я понимаю конечно желание меча там тем более он предлагал свои услуги в том числе услуги волонтеров знаете я тоже считаю что метро сегодня конечно же нужно было достроить и мы понимаем что это и даст какой-то определенный наверное этап развития города но мы сегодня понимаем и экономическую финансовую составляющую на территории региона и то решение которое мы принимали о временном приостановке строительства метро она наверное уже ни у кого не вызывает сомнения часть денежных средств которые были определены метро сегодня идут на его консервацию будет улучшено финансирование добавят федеральные деньги конечно же мы вернемся к этому вопросу и соответственно эту программу будем заканчивать воскресенье 12 апреля светлый праздник пасхи хотелось бы сказать что сейчас началась страстная неделя я как и все православные стараюсь придерживаться вот этих канонов и уже много лет пощусь ну наверно не только в этом смысл и суть этого праздника прежде всего это ассоциируется с праздником чего-то доброго чего-то светлого этот праздник отмечает очень много православных и я надеюсь что если позволит рабочий график присоединиться к ним на ту торжественную литургии который будет проходить у нас соборе на территории омского региона на сегодня это все адрес электронной почвы вы видите на экране до свидания